Ребят, всем привет! Меня зовут Ева Лехцер. Радовалась видеть на своем канале. Давно, скажем так, для вас не писала никаких тематических видео. Жалуетесь, что ничем не балую. Но вот немножечко выделяю для вас в краевое время, стараюсь все-таки выполнять какие-то заявки. И одна для вас наиболее таких важных заявок в последнее время, потому что основная тема, о которой вы спрашиваете, это вопросы работы, профилеализации, ориентации, вопросы бизнеса. Сегодня я с вами буду смотреть расклад на развитие бизнеса на ближайшие 3 месяца. Вы можете, безусловно, осмотреть бизнес, который вы только что открыли, либо бизнес, который у вас имеется. Для этого расклада не подходит какой-то новый вид деятельности, который вы только собираетесь внедрить. Это будет совершенно иной расклад. Это прогноз будет для тех, у кого уже бизнес есть. То есть вы уже внедрили свою деятельность, выбрали для себя нишу и пытаетесь себя реализовывать. Так вот, поехали. Я сейчас буду выкладывать для вас 8 вариантов. Вы настраиваетесь интуитивно. То есть каким образом? Либо заранее проговариваете для себя один из 8 вариантов. Из серии выбираете цифру. Либо вы настраиваетесь и выбираете ту карту, которая, скажем так, интуитивно на вас смотрит. Чтобы действительно расклад проигрывался, с вами резонировал, вам крайне важно быть на момент просмотра расслабленными. Вас не должны отвлекать телефонные звонки, ваши близкие, ваши питомцы. Понимаете, это в какой-то степени даже медитативное состояние, чтобы вы могли услышать себя. Себя, какая вам информация идет. И, соответственно, чтобы вы выбрали верный вариант и послушали, скажем так, рекомендации или подсказку от карт. Итак, 8 вариантов. Каким образом работаем? По первой карте вы сможете сразу определить, верно вы выбрали вариант, насколько созвучно или нет. Потому что первый аркан будет описывать ситуацию, которая происходит с вашим делом на данном этапе, какое идет развитие. И последующие арканы будут показывать прогностику, как будет развиваться ваше дело в рамках ближайших трех месяцев с момента просмотра. То есть, допустим, этот расклад вы можете посмотреть и в сентябре, и в ноябре, и вообще в следующем году. То есть на момент просмотра вы отсчитываете три месяца, смотрите, какая будет ситуация, какое будет развитие. Сегодня работаю с колодой Gilded Tarot Royal от Chira Marchetti. В соавторстве с Барбарой Мурганью вместе работали с этой колодой. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Будем с вами смотреть. Итак, перспективы развития бизнеса на ближайшие три месяца. Первый аркан будет показывать, какая ситуация в вашем бизнесе на данном этапе. Поехали. Перед вами восемь вариантов. Я постараюсь приподнять арканы, поднести, чтобы вам было все хорошо видно. Настраивайтесь. Если кому нужно время, нажмите на паузу, чтобы вы смогли выбрать, настроиться, и будем смотреть дальше. Для тех, кто в принципе уже настроился, давайте просматривать ситуацию, открывать карты и смотреть, что же они вам вещают. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант, четверка Пентакли. Здесь у вас ситуация стабильная, но знаете, нет какого-то активного прироста. Нет дохода, на который вы рассчитывали, потому что вы стремитесь, как любой нормальный человек и предприниматель, к большему. Но здесь, знаете, как стабильно, но по-среднему. Вам, конечно, хочется взять для себя новую высоту, новую планку. Но, тем не менее, бизнес здесь не является упадочным, он не уходит в минус, но и не судит больших перспектив. Поэтому давайте будем смотреть, каково будет развитие на ближайшие три месяца. у тех, кто выбрал первый вариант. Здесь у вас Верховная Жрица. Однозначно Арканы вам рекомендуют и советуют изучить рынок, на котором вы работаете, потому что по этой карте это либо внедрять новую группу товаров, либо попутно от той деятельности, которой вы занимаетесь, добавлять новый вид услуг. То есть, допустим, не только грузоперевозки, а еще доставка, перевозка животных, то есть, еще какие-то нюансы конкретно в вашей нише, в вашем виде деятельности. Потому что эта карта говорит о том, что как раз и нет перероста из-за того, что не то, что ваша деятельность специфична, а не пользуется большим спросом из-за того, что у вас представлено мало услуг, либо не совсем широкий ассортимент линейки ваших товаров. Давайте сейчас спросим, что вам для этого нужно сделать. Видите, здесь семерка пентаклей, это вкладывать инвестиции, то есть, для развития, скажем так, в первую очередь, второго направления, либо новой группы товаров, это как закупить, вложиться. Хотя вам это будет тяжело, потому что, видите, десятка жезлов, это расходы, которые вы не планировали, либо на которые вы не рассчитывали, плюс вам будет сложно, знаете, как объять необъятно, следить за всем сразу, все контролировать, все направления. Но обратите внимание, по девятке пентаклей вы не только сможете увеличить ваш доход и выйти на новый уровень дохода. Здесь как раз вот та сумма прибыли, на которую вы рассчитывали, на которую вы мечтали выйти. Поэтому, как знать, возможно, все-таки эти усилия стоит приложить, потому что, если будете сидеть, как сидели дальше, то такой же средний достаток будете получать. Хотите двигаться? Это, знаете, как развивайтесь. Вот об этом вам говорят арканы. Только после этого вы сможете достичь каких-то результатов. Но у вас с бизнесом ситуация стабильная. Даже если вы ничего предпринимать не будете, здесь как получали, знаете, как просчитано по вашему бизнес-плану, так здесь ситуация останется неизменной. Так, что у вас на текущий момент? Ну, по королю мечи, смотрите, какая ситуация. У вас могут быть вопросы бюрократического характера, вопросы и проблемы с проверяющими инстанциями. Кто-то вас здесь может действительно, вам надо кучать, вас задалбывать, начиная от ССС, МЧС, налогово, у каждого свое. И здесь, в принципе, по королю мечей вы можете взвешивать все за и против, а стоит ли вам вообще продолжать. Ну, давайте смотреть, давайте будем прояснять эту ситуацию. Стоит ли вам все-таки вкладываться? Видите, у вас здесь падает аркан влюбленный. По аркану влюбленный это однозначно верный выбор, верное направление, поэтому двигаться дальше стоит. Единственный акцент, о чем говорит аркан, это возможно, если вы сами не тянете, найти соучредителя, либо найти администратора, то есть человека, который будет курировать те вопросы, которые вы не в состоянии объять необъятное. Вы будете делегировать ему свои полномочия, как следствие, сможете выполнять все от и до, и у вас с этим не будет никаких проблем. Так, ну, если последуете совету карт, посмотрите, десятка кубков. Семейный бизнес, прибыльный бизнес, хороший достаток, причем, понимаете, деньги, которые зарабатываются с душой, с удовольствием. Самое главное, приносят, знаете, даже сверх того, что вы ожидали. Поэтому в этот бизнес и в это направление однозначно вам стоит вкладываться. Бизнес будет рентабельным. Так, для тех, кто выбрал третий вариант, у вас здесь падает старший аркан луна. По луне зачастую это либо сезонный бизнес, либо это по принципу то густо, то пусто, то есть у вас постоянные какие-то перебои с доходами. Более того, у кого-то это бизнес, который может быть связан с деятельностью по ночам. Помимо всего прочего, это в принципе заведения, которые могут работать исключительно в ночной график, либо график какой-то по переменной, но ситуация у вас действительно здесь нестабильного характера. Итак, давайте будем смотреть, с чем у вас связана деятельность. Видите, у вас выпал перевернутый паш пентакли, то есть ситуация убытков. И более того, здесь по пятерке мечи однозначная ситуация, которая идет к закрытию. поэтому, что здесь могу сказать, ну, однозначно по этим арканам задумайтесь, вести все за и против, но арканы показывают ситуацию, что скорее всего ваша деятельность идет к завершению, потому что здесь, судя по этим картам, это потери. Потери и сама по себе ситуация, либо бизнес себя уже исчерпал, либо деятельность нерентабельна, либо возможно вы находитесь не в том месте. Давайте смотреть, в чем причина, почему же ситуация все-таки здесь не идет. Почему не клеится? По какой причине? Смотрите, во-первых, здесь, скажем так, если это касается какой-то точки, то по девятке Пентакли не совсем прибыльное место. Если вы работаете, допустим, на аренде в каком-то торговом центре, это аренда, которая себя не оправдывает, потому что платить его деньги большие, а по факту зарабатываете мизер. Умеренность и девятка жезлов, сам вид направления, которое вы выбрали, вам не подходит, вы его не тянете, не чувствуете, не держите руку на пульсе. Соответственно, либо привозите группу товаров, которая не востребована, либо, потому что по этим картам это то, что не пользуется спросом, либо предоставляете те услуги в том месте, где они не актуальны. Соответственно, и видите, ваша ниша претерпевает такие вот негативные изменения. Так, ну давайте смотреть для тех, кто выбрал у нас четвертый вариант. Что у вас на текущий момент? На текущий момент по восьмерке кубков это вопрос разочарования. Почему? Либо можете взвесить все за и против и думать, что деятельность себя уже исчерпала, либо даже можете планировать от этой деятельности уходить, но однозначно вас ситуация здесь не особо радует. Вы видите, что уже идет отток денег, зарабатываете, допустим, уже не так, как прежде, не так, как раньше. Ну давайте смотреть, какова будет ситуация в рамках ближайших трех месяцев. Что у вас здесь будет? Хотя на самом деле вы знаете, раньше времени бьете панику. У вас здесь выпал туз пентаклей. Туз пентаклей это шикарные деньги, это крупная прибыль, это хороший заработок. Ну давайте даже для вас дотяну совет, как вам этого достичь. влюбленные. По влюбленным зачастую это либо соучредитель, либо попутно от того, чем вы занимаетесь, дополнительные услуги, либо дополнительные группы товаров к тому, чем вы занимаетесь, потому что всегда этот карт, он указывает на объединение нескольких ниш, которые вам нужно вести. Соответственно, это и позволит вам выйти на новый уровень дохода. Но даже сам аркан влюбленный подтверждает, что здесь ситуация правильного выбора и уходить вам не стоит. Вот видите, даже дотягивая дополнительный аркан двойка жезлов. Вам просто нужно объединить две ниши, два направления, тогда все будет получаться. И бизнес снова будет востребованным и рентабельным. Тем более, видите, по императору вы прочно на самом деле стоите на ногах и любите, и знаете то дело, которым вы руководите. И оно для вас на перспективу является стабильным. Поэтому зря вы здесь отсюда собрались уходить. Либо у вас какая-то ситуация отчаяния. Нет, все впереди. Это может быть временный какой-то перевоз, либо фаза кризиса, либо застоя по вашему делу. А так на самом деле все здесь перспективно. Хорошо, для тех, кто у нас выбрал пятый вариант. Но на самом деле здесь шестерка жезлов, карта победы, карта роскоши, аркан, который указывает на хорошее взаимодействие с вашей клиентской базой, с вашими партнерами. И здесь прекрасный доход. То есть на текущий момент, если вы меня слушаете, у вас все совпадает, грех жаловаться. И с бизнесом все прекрасно. Давайте смотреть на перспективу, что же здесь будет, какова здесь ситуация. На перспективу звезда, реализация ваших целей, ваших идей, самых заветных планов, задач, потому что по этим картам это достичь той мечты, либо поставленной задачи, которой вы стремились. Поэтому в плане заработка 100% идет увеличение дохода, расширение ваших возможностей. Единственное, о чем говорит этот аркан, даже сразу в плане совета и рекомендаций, это вопросы медийности, потому что у нас звезда отвечает за пиар, за рекламу, за продвижение в социальных сетях, в принципе в интернете. Поэтому вам нужно сделать акцент в первую очередь на популяризации вашего товара либо ваших услуг и обратите внимание на качество продукта в плане упаковки. Потому что звезда это еще знаете как красиво преподнести, либо красиво подать, либо красиво продать. Потому что это даже может быть и привлечение блогеров, каких-то медийных людей, но аркан всегда говорит по ситуации, что здесь очень хорошие перспективы. Так, для тех, кто у нас выбрал седьмой вариант, ну а здесь десятка мечей вы понимаете уже в минус, в минус и понимаете, что овчинка выделки не стоит. Если вы сейчас работаете не в минус, либо у вас нет кризисной ситуации по бизнесу, значит это не ваш вариант. Хорошо, каковы перспективы вашего дела в рамках ближайших трех месяцев? Что у вас здесь? Ну, тройка пентакли это постепенно восстанавливаться, прикладывать еще массу усилий для того, чтобы держаться на плаву, для того, чтобы как-то выкарабкиваться, это все дело восстанавливать. по рыцарю жезлов могу сказать так, у вас посмотрите, дно колоды суд, это восстановление деятельности, это может быть ребрендинг вашего предприятия. Почему я говорю, видите, здесь вулкан, вспышка вулкана, то есть как начать на ново, новая активность. Прикладывайте усилия, делайте реструктуризацию предприятия, проходите необходимые курсы, вебинары, семинары, которые вам дадут и мотивацию, потому что жезлы, это уже, знаете, вот у вас, это нехватка мотивации, это то, к чему вы будете стремиться. У вас здесь опускаются руки, потому что делайте вы бы все планомерно, а отдачи нет. Так вот, вам нужен энергозаряд, этот толчок для того, чтобы развить эту ситуацию и здесь, видите, по суду восстановление, соответственно, и ваш бизнес возродится и ситуация здесь будет стабильной. Даже вот дотягиваю аркан, сможете ли вы нормализировать то, что у вас происходит по аркану силы, однозначно, да. Сила, это найти силы, уверенность, это есть поддержка, это есть опора и, соответственно, и развитие у вас здесь пойдет, поэтому все прекрасно. Теперь будем просматривать для тех, кто у нас выбрал седьмой вариант, но по седьмому варианту рыцарь мечет, это знаете, как резко кинулись в бой, молниеносно, но либо не совсем понимаете нишу, в которой вы находитесь, либо не знаете, за что браться, чтобы это дело развивать, потому что много шума, мало толку. Вот об этом здесь идет речь. Но развитие на самом деле в рамках ближайших трех месяцев Туз Пентакли, посмотрите сами. Более того, открываю, здесь девятка Пентакли, поэтому здесь дело очень будет далеко идущее, более того, особенно если вы работаете в сфере законодательной, административной власти, то есть юрист, нотариус, адвокат, судмедэксперт и так далее, интеллектуальный труд, вопросы логистики, то у вас здесь шикарные перспективы. Несмотря на то, что это знаете, как многие из вас пошли интуитивно либо наобум. И для тех, кто у нас выбрал восьмой вариант, король кубков. Король кубков это в первую очередь дело для души, не с позиции того, что вам не нужны деньги, либо вы не хотите зарабатывать хорошие деньги, но для вас важнее всего зона комфорта и получения удовольствия от того, чем вы занимаетесь. На самом деле, если посмотреть, по текущему аркану вас устраивает текущее положение вещей, в принципе, данная ситуация. Сейчас посмотрим, как будет развиваться ваш бизнес, ваше дело в рамках ближайших трех месяцев. Сегодня третий раз уже идет этот аркан, но по влюбленным стабильная ситуация, тут и поддержка, и помощь, и взаимодействие, и более того, однозначно здесь и будет идти развитие. Повторюсь, в третий раз по этому аркану зачастую это взаимодействие с учредителем, с партнерами, дополнительно открыть какую-то новую ветвь товаров, услуг в вашей нише, которой вы занимаетесь, для того, чтобы расширить возможности вашего заработка. так, но семерка мечей, смотрите, здесь ваш бизнес либо нелегальный, либо вы не декларируете заработок, потому что, если посмотреть по этим арканам, вы поставите в себя созависимое положение, и, как следствие, это может привести к очень большим проблемам, поэтому взвесьте все за и против, нужно ли вам это, потому что, я понимаю, что это дело для души с вашими соратниками, с вашими знакомыми, но на самом деле, как показывают арканы, по дураку можете действительно остаться в дураках, вас здесь могут одурачить, это рискованное предприятие, я понимаю, что здесь деньги могут быть легкие, деньги зарабатываемые, такие, знаете, которые здесь и сейчас, и вы не думаете о последствиях, потому что, видите, большие, туз пентаклей, деньги в радость даже можете потянуть, как семейный бизнес, здесь по десятке кубков будут идти, но смотрите, у вас по перспективе перевернутая пятерка пентаклей, это, знаете, когда в одночасье, а можно остаться ни с чем, поэтому подумайте, если вы здесь видите что-то нелегальное, либо подайте грамотно, а его поднимет другим соусом, декларируйте законодательно, либо наживите себе еще больше проблемы, потому что, видите, у вас даже на колоду правосудие, это большие будут проблемы с законом, то есть, это информация пишет к размышлению, а там, конечно, вы уже смотрите сами, вот такая ситуация, вот такой расклад, не знаю, насколько для вас он вышел полезным, либо информативным, надеюсь, что все-таки в помощь, в радость, а не в тягость, поэтому напишите, насколько с вами созвучно по ситуации, насколько откликается, буду ждать от вас обратной связи, для тех же, кого интересует обучение на картах Тару, либо вопрос индивидуальных консультаций, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео, оставляйте ваши текстовые либо голосовые сообщения на вайбер или ватсап, либо я, либо мой админин Анастасия с удовольствием ответим на ваши вопросы, искренне вас благодарю за просмотр, с вами не прощаюсь и до новых встреч!